Приветствую вас. Я думаю, что те отношения, которые у вас сейчас сформировались с мамой, можно условно назвать созависимыми. Потому что ваша мама явно зависима от вас, а вы, соответственно, явно зависимы от неё. Ну, это, я надеюсь, совершенно очевидно и никакому сомнению не подойдет, что вы зависимы от своей мамы. Подобные отношения хорошо описываются в треугольнике Гартмана. Вы можете сами изучить треугольник, а вы можете сами посмотреть, что это значит. Вы можете сами поисследовать, собственно, значение тех ролей, которые отводят треугольник к каждому из участников. Вот. Но я вам могу прямо сейчас уже сказать, что, допустим, вы являетесь жертвой, потому что ваша мама выступает такое ощущение, что агрессором. Вот. И, соответственно, если ваша мама выступает агрессором, то, на мой взгляд, в первую очередь нужно вам брать ответственность. Брать ответственность на себя за те чувства свои, за те переживания свои, которые вы в себе видите. Вы говорите, что мама пытается вызвать у вас чувство вины. Но вызывает чувство вины мама у вас только потому, что вы сами, вероятно, склонны себя винить. По-видимому, вы сами склонны обвинять себя в чем-то и, по-видимому, вы сами не совсем в себе, опять же, уверены. В том, что, например, то, что вы делаете, допустим, является правильным, является, ну, корректным и прочее, прочее, прочее. И, на мой взгляд, на мой взгляд, данный аспект нужно достаточно четко понимать. Потому что, если вы сами сомневаетесь в том, что делаете, или если вы сами не уверены, допустим, в том, что делаете, то нужно именно поработать над тем, чтобы вы были уверены. То есть, чтобы вы уверены шли, допустим, по жизни, чтобы вы уверены делали какие-то вещи, чтобы вы, может быть, даже не просто что-то делали, да, а ценили, именно ценили то, что делается. Вот. Ибо это важно. Ибо это очень важно для вас. Значит, самооценка лично ответственна за то, что вы ощущаете. Потому что, когда вы говорите, например, такие вещи, как, ну, к примеру, не реагируй, не слушай, да, не прислушивайся и так далее. Ну, это такая история, на самом деле весьма поверхностная. Вот. Потому что, по сути, это просто попытает себя успокоить. Но с корнем проблемы не работают. Вот. А корень проблемы заключается именно в том, что у вас болезненная реакция на то, что говорит вам ваша мама. И именно эту болезненную реакцию ей нужно исследовать. То есть, именно ваши неустойчивые представления о себе, которые у вас есть. И тогда ваша мама, естественно, задевать вас не будет. Вот. И для этого, для этого очень желательно, чтобы ориентировались вы на себя. Чтобы ориентировались вы на то, что хочется вам, а не на то, что хочет, допустим, ну, другой человек какой-то. Да. Вот. Это очень важная история, это очень, ну, очень важный момент, на мой взгляд. И, соответственно, необходимо отталкиваться именно от этого, именно от него. Вот. У меня есть такое ощущение, что какой-то такой подобный вопрос уже был, где вот примерно в вашем стиле человек жаловался тоже на маму. Вот. Возможно, это были вы, возможно, это были не вы, но суть в том, что чувство вины, да, это гиперответственность. И чувство вины, это гиперответственность за то, за что вы, вот в принципе, не отвечаете. Но, естественно, вы не уверены. Естественно, вы не уверены. Вы не уверены в том, что вы не отвечаете. за что-то, вы в этом не уверены, и вот для того, чтобы быть уверенным, и необходимо работать, необходимо работать с личной ответственностью, самооценкой с вашими чувствами, и грамотно, именно грамотно эти чувства свои выражать, именно маме. С поверхностной, с точки зрения, вот с точки зрения внешней, я бы сказал, что вы свою маму воспринимаете как равную себе. И причиной этого, то есть почему вы воспринимаете маму как равную себе, почему вы не делаете скидку на возраст, почему вы не делаете скидку на, например, свой, более, допустим, живой ум, да, почему вы не делаете, вот именно на это все скидок, для меня, если честно, не совсем понятно. Вот, в том смысле, в том смысле, что восприятие мамы, именно восприятие мамы всерьез, да, является ключевой, на мой взгляд, проблемой. Вот, ну и, конечно, как бы остается открытым, на мой взгляд, вопрос о том, еще, почему вы на свой счет принимаете то, что она говорит. То есть, вот, ни много, ни мало, да, ну, на свой счет, вот, из-за чего так. А в чем, в чем вы, грубо говоря, не уверены в себе, что принимаете на свой счет то, что она говорит. Ну, вот это вот, эм, такие вот аспекты, да, их нужно поисследовать, эм, их нужно изучить, и, соответственно, эм, после того, как это будет сделано, я думаю, что вам будет, эм, гораздо легче, вам будет, гораздо, комфортнее, проще, эм, взаимодействием. Эм, также, вероятно, существуют, эм, некоторые, э, ваши собственные, 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 эм, проблемы, вот, которые, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ в том числе. За счет своей мамы. Вот. И эти проблемы, то, что вы пытаетесь себе, там, в той или иной степени, например, доказать, допустим, нужно также выделить, отделить и поисследовать. Ну, потому что, я надеюсь, понятно, что в противном случае вам это просто очень мешает. В противном случае вам это просто, вот, создает постоянно какую-то такую сверх мотивацию для того, чтобы нам эстопать конфликт. Вот. Вы же не сами говорите, что срываетесь. И если вы именно срываетесь, то, ну, наверное, у этого есть какие-то узнавания. Да, у того, что вы срываетесь. Если вы срываетесь, значит, ну, соответственно, находитесь в, ну, каком-то напряжении. Вот. Ну, вот, соответственно, это напряжение напрямую с мамой не связано напрямую, именно напрямую. Вот. Вот. Ну, да. Да. Оно на вас, безусловно, влияет. Вот. Так что здесь примерно так. Можно и, в принципе, с мамой тоже разобраться, да, то есть понятно, почему она так себя ведёт. На мой взгляд, она просто, знаете, действует похожим образом, что и вы. Точнее, вы действуете похожим образом, что и она. В том смысле, что она своими действиями разрешает себе, допустим, что-то требовать. То есть вот она что-то сделала, да, например, там, допустим, вот. Вызвалась вам помогать. Ну, по ремонту квартиры, к примеру. Она вызвалась вроде бы сама, да, вроде бы сама вызвалась, всё. Но для неё это повод, для неё это повод именно заявить о себе. Раскрыть свои какие-то потребности, подчистку о себе в нашем. Это она специально выбирает, специально это делает. И для меня, конечно, загадка, почему, если человек поступает подобным образом уже не впервой, как вот вы говорите, да, почему вы, ну, снова и снова, да, как будто бы соглашаетесь на помощь её, на помощь мамы, вот. И для вас, как будто, как раз, неожиданно, что она, ну, будет реагировать определённым образом. Исходя из этого, я могу предположить, что и вы, в том числе, тоже, возможно, сделать это специально для того, чтобы, так же, как и ваша мама, позволять себе что-то получать, ну, то есть, позволять себе, там, ну, не знаю, что-то чувствовать, на счёт получать права, вот, и так далее. Я, конечно, не могу сказать, что, ну, не могу сказать, это наверняка, да, именно наверняка, не могу сказать. Но видится мне ситуация вот такой, именно в таком ключе, именно в таком ключе она мне видится. А я вас ни в коем случае не обвиняю, я не, ну, я не считаю, что, что вы, там, допустим, должны были как-то вот по-другому поступать, да, я не считаю так. Вот, вы не можете по-другому поступить, я понимаю, но, как бы, сути этого, сути этого, это не меняет. Вот, именно, что, сути, 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 она вот, такая, такая, сути, ну, вот этой вот истории. Динамика вашей проблематики, она такая, вот. И вопрос, конечно, заключается в том, что вы будете делать дальше во всей этой ситуации. Вот, что есть, как, как, как вы будете в дальнейшем себя вести? Без помощи психо-психолога вы, скорее всего, не справитесь. Вот, потому что, если бы могли справиться, ну, уже бы справились. Вот так, примерно. Можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Изучите, пожалуйста, треугольник Карпмана. Вот. Ага. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи и с праздником. ência, они все,ris без управления, который находится в эти длинных. Ага. Удачи. Удачи всем. Удачи.